Вместе с тремя фурмами, которые везли общий вес заводского оборудования, который везли первоначально в район Иркутска, был 48 с небольшим пудов. Значит, собственно, вот всё это железо разместилось на трёх подводах. Место для завода «Командора» выбрали на речке Тамге в 29 верстах от Якутска. Ковку железа в колотушечной фабрике наладил сосланный из Екатеринбурга мастер Ехим Якимов. Считается так, что практически всё железное оборудование для экспедиции было изготовлено на Екатеринбургском части, на Каменском и Верхесчетском заводах. Но, тем не менее, большая часть железа, примерно тысяча пудов железа в год, Беринг предполагал, что на экспедицию, сверх того, что будет взято на Урале, потребуется по тысяче пудов железа в год на экспедицию. Вот это всё будет делать небольшой молотовой завод в районе Якутска. Вот завод вообще довольно уникальный. Это первое металлургическое предприятие на вечной мерзлоте в мире. То есть более сложного района тогда, ну, как и сейчас, наверное, не было для металлургии, разве что Антарктида. Но то, что тогда завод был построен, это свидетельство того, что уже в то время для русской металлургии не было практически ничего невозможного. Ну и в конце о наших героях. Мурчисон в конце жизни был посвящен в рыцарский орден. А Витус Беринг умер от холода и голода на краю света, куда он отправился за разгадкой географических тайн. Портрета его не осталось. В школьных учебниках это ошибка. Там другой Беринг, его дядя, датский историк и поэт. Но антропологам спустя 250 лет после смерти легендарного капитана удалось найти его прах и восстановить достоверный портрет Витуса Беринга, имя которого теперь носят пролив, море и Командорские острова. Добрый вечер. Сегодня свой рассказ мы начинаем с вопроса о знании города. Знаете ли вы, что Екатеринбург, как, кстати, и вечный город Рим, стоит на семи холмах? Я их перечислю. Это, конечно, Вознесенская горка, Московская горка, Уктусские горы, это каменные палатки, а есть еще Митькина гора, на ней стоит поселок Звездочка, есть еще Васькина гора, около бывшего кинотеатра «Комсомолец» на Визе. А сейчас мы находимся на обсерваторской горке, еще ее называют Лысой горой, Плешивой горой. Вот отсюда мы и начинаем свой рассказ. Иллюстрации к мистической поэме блока «Скифы», камень, который слышит и умеет писать, пикник на Лысой горе, что он хранил в своем склепе – вот некоторые темы сегодняшней программы. Рассказ будет о временах давних-давних, когда еще не дымили уральские заводы, когда еще не ходили в горах рудознатцы и не звенели топоры. И Урал наш был сплошь покрыт густым лесом, и был только лес, и бескрайне над ним небо. И вот в те давние времена шел поздним вечером по лесу огромный великан. Он поднял голову кверху и увидел звезды. Они были такие прекрасные, они сверкали, как драгоценные камни. Их было такое множество, что великан засмотрелся и так стоял с поднятой головой долго-долго-долго. И под его тяжестью земля раступилась, и весь великан ушел в недра, а на поверхности осталась только его лысая маковка. И с той поры появилась на нашей земле лысая горка, плешивая горка. Какой камень на Урале самый распространенный? Ну, конечно же, серпентинит. Другое его название – змеевик. А какого цвета змея зеленого? Через всю гряду проходит зелено-каменный пояс, из него и состоит большая часть Уральских гор. И эта гора, с которой мы сейчас любуемся на город, тоже из того же змеевика. Она, к тому же, во многом загадочная и вещая. Не потому, что вот это здание поднялось выше к небу, откуда лучше видно, с какой стороны идет туча, чтобы испортить погоду, а заодно и съемку очередной нашей тайны. На северо-восточном склоне временами пробивается безымянная речка. Старожилы помнят ее весеннее наводнение, когда мальчишки открывали веселую навигацию на плотах. В XVIII веке, когда начинался Екатеринбург, с безлеса вершины взять было нечего. Великан мирно дремал, только ветер чесал его лысину. А она оказалась. Но здесь самое время передать микрофон нашему главному ученому-эксперту Владимиру Викторовичу Филатову. Екатеринбург расположен на семи холмах, которые называются горками. Одно из них, на котором мы сейчас находимся, получившее впоследствии название обсерваторской горки, было создано первое в Екатеринбурге научное учреждение магнитно- и метеорологическая обсерватория. Место для этой обсерватории было выбрано в 1829 году Александром Гумбольтом, который в это время совершал большое путешествие по России, был в частности на Урале. Но магнитно- и метеорологическую обсерваторию здесь построили пять лет спустя. 13 апреля 1834 года главный начальник Уральских горных заводов генерал Детерикс отдал распоряжение, сведомо, конечно, петербургского начальства, о начале строительства в Екатеринбурге магнитно- и метеорологической обсерватории. Место выбора для этой обсерватории было поручено сделать Михаилу Павловичу Малахову. Он же наблюдал и за строительством здания обсерватории. Михаил Павлович на рассмотрение предложил четыре места. И вот под номером четыре у него фигурировала обсерваторская горка. Это место за сенной площадью, за домом главного лесничьего Уральских горных заводов Ивана Ивановича Шульца. Строительство началось в июне этого же года. Подряд на строительство взял Владимирский крепостной крестьянин Федор Детенышев. К концу 1834 года здание было построено. В течение 1835 года это здание было оснащено соответствующей аппаратурой, которую купили в Германии. А с 1 января 1836 года на этой обсерватории были начаты первые магнитометрические измерения, которые продолжаются безо всякого перерыва уже больше 150 лет. В пухлой папке, перевязанной тесьмой, она хранится в Государственном архиве Свердловской области, все документы об этом периоде с подписями и печатями. Описали-то как уважительно даже служебные бумаги. Воную контору имею честь представить. Далее шли смета на строительство, план обсерватории, специальная литература, приборы и так далее. Заметим, что до того времени гора была безымянной. Говорили, что обсерватория находится за новым хлебным магазином, что на Сенной площади. К сожалению, уникальное здание не сохранилось, оно сожжено, площадку забетонировали, и памятник научно-исследовательской работы на Урале исчез. Дом был еще уникален и тем, что сделан из дерева на бронзовых гвоздях, чтобы исключить железо. Даже малейший источник помех. И увидеть его можно только в старых рисунках. Вот этот вот совсем малюсенький блокнотик, он вообще для нашей сегодняшней темы имеет ценность неприходящую, потому что это рисунки жизни и быта Екатеринбургской обсерватории, сделанные в 1882 году, более ста лет назад, сотрудникам обсерватории, наблюдателем ее Яковлевым. И вот если каждый из них рассматривать очень внимательно, то они очень интересные, очень живые. А вот семик, праздник, народный праздник на обсерваторской горе. Вот посмотрите, тут обсерватория, виднеется гуляющая публика. Мельчайшие детали, но они такие живые. Обсерватория – замечательная достопримечательность Екатеринбурга, которую посещали многие экскурсии, начиная от школьников, самых маленьких, и до коронованных особ. Посетил обсерваторию, как мы знаем, в 1837 году наследницей цесаревич, будущий император Александр II, осмотрел ее как научное интересное учреждение и также любовался открывающейся с горки панорамой города. Ну и в конце концов, вот он вид самой обсерватории. Вот вообще похоже здесь здание, которое справа, похоже, что это как раз то, которое мы видели на плане, подписанном с Виязевым. Вполне возможно, что это оно и есть, дожило до 1882 года, но тут вот еще различные сооружения, дом, караульня, какие-то будочки. Вот так вот выглядела наша обсерватория более ста лет назад, в 1882 году. И такой замечательный документ, такие рисунки оставил нам господин Яковлев. Большое ему за это спасибо. Из частных строений на южном склоне выделим только одно. Это загородный дом, естественно, не сохранившийся, очень важной персоной. Пожалуй, второй по рангу после генерал-губернатора. Дом первого лесничего уральских заводов Ивана Ивановича Шульца. В течение нескольких столетий выплавку металла на Урале вели на древесном угле. Потребность в нем была очень большая. В некоторые годы из древесины выжигалась до 40 миллионов пудов этого древесного угля. Плата за это была большая, но и зато металл получался высокого качества. При такой широкой, при таком больших масштабах выжига древесного угля, конечно, требовались специальные меры охраны уральских лесов. Хотя они в то время были немерены, но тем не менее заботиться о сохранности лесов нужно было. Взаимоотношение между горной промышленностью, металлургической промышленностью и лесным хозяйством было даже закреплено в специальном горно-лесном законодательстве. В начале 19 века главным лесничем уральских горных заводов стал рижский прибалтийский немец Иван Иванович Шульц, который много сделал для улучшения лесного хозяйства. Почти всю свою жизнь Иван Иванович прожил здесь, на Урале и считал Урал своей второй родиной. Его загородный дом располагался здесь, в Екатеринбурге, за сенной площадью подножья обсерваторской горки. Человек он был очень оригинальный, независимый, в своем мнении не очень обращал внимания на то, как относятся к его экстравагантным выходкам. И, например, за 18 лет до своей смерти он на кладбище приготовил себе могилу. А чтобы эта могила не осыпалась, то он ее сдавал в аренду под хранилище овощей к кладбищенскому сторожу. Определить свое место в загробном мире идея не новая. В ней есть высокое нравственное начало. И хотя классик сказал «все в землю лягут, все прахом будут», это если мы сегодня здравствующие наконец не поймем, что могильный камень предков наш священный пьедестал. Умер Иван Иванович Шульц в глубокой старости, похоронен, как того и хотел, в своем склепе на католическом кладбище, через сто лет мы кладбище это уничтожили. Однако вернемся на нашу горку, которая хранит страшные тайные катастрофы. В старом деревянном доме на стеллажах уже нет места записям землетрясений, начиная с 1906 года. С этого времени начала работу Екатембургская сейсмическая станция. Ее координаты занесены в Международный сейсмический центр в Париже. Что писал Блок о землетрясении в Мессине? Блок был в какой-то мере мистиком, поэтому крупное землетрясение, трагическое землетрясение, произошедшее в Мессине в 1908 году, он посчитал как предвестник будущих трагедий, которые ждет мир. и в своем стихотворении Скифы написал примерно так «И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона и Мессины». И молодая сейсмическая станция Екатеринбурга зафиксировала отзыв этого землетрясения. Вот так выглядит та ужасная катастрофа в Италии, ликвидировать которую помогали русские моряки. А это сейсмограмма с записью волновой картины недавнего разрушения в Турции. Зафиксировано землетрясение в Афинах недавнее, когда город оказался в руинах, выстоял только древний Акрополь. 45 лет расшифровывает, читает эти непредсказуемые удары земли Инга Константиновна Силина. Землетрясений очень много сильных, слабых. В основном мы регистрируем землетрясение, поскольку станция у нас является телесейсмической, регистрируем лучшее землетрясение удаленное. Например, землетрясение в Чили, землетрясение в Японии, Индонезии, Китае. Удаленное землетрясение наши станции регистрируют прекрасно. Ну и местные землетрясения, если они когда-то бывают, очень мелкие, то тоже регистрируем. Недавнее землетрясение крупное в Турции. Как Вы думаете, сколько оно длилось? Волны от этого землетрясения к нам шли на сейсмограмму около четырех часов. А само землетрясение это может быть миг, а может быть еще повторный толчок, тоже миг. Но на сейсмограмму сейсмические волны, они потом идут очень долго, обходят вокруг всего земного шара, может быть, даже не один раз, и приходят опять на станцию к нашей аппаратуре. Скажите, с 1906 года, собственно, все землетрясения, которые были на этой самой нашей грешной земле, все это, да? Нет, мы записали далеко не все землетрясения. Мы же находимся в центре большого города, промышленного, очень много помех, поэтому мы все землетрясения земного шара зарегистрировать не можем. С разрешения хозяйки спускаемся в глубокий подвал, святая святых, где стоят сами приборы и пишут все, что слышит уходящая вглубь земли массивная скала. Она-то и служит камертоном землетрясений. Мы находимся с вами, пожалуй, в самом уникальном месте Екатеринбурга, в павильоне сейсмической станции Свердловск, где установлены сейсмографы, регистрирующие дыхание земли. Пожалуй, в этот павильон попасть сложнее, чем в алмазный фонд в Москве. Место для этой сейсмической станции было выбрано в начале нынешнего века. Инициатором создания сейсмической станции является выдающийся русский сейсмолог, князь-академик Борис Борисович Голицын. Вот по его инициативе была построена здесь, в Екатеринбурге, в начале века сейсмическая станция. Место для этой сейсмической станции выбрано было не случайно. Это выход ультраосновных пород крупного массива, который не подвержен влиянием колебательных процессов земной коры. Сами приборы, с помощью которых регистрируются сейсмические волны, установлены на постаменте, вырубленном прямо в этом серпентинитовом массиве. Поэтому разговор о том, что сейсмическая станция, Свердловская сейсмическая станция, якобы неудачно построена в центре крупного промышленного города, для работы этой сейсмической станции существуют очень большие помехи, мало обоснованные и скорее всего являются эмоциональными. Для того, чтобы привести в колебательное движение такой гигантский массив, нужна огромная сила. Поэтому нет никаких оснований считать, что эта станция уже отжила свой век, что ее нужно убрать, а где-то в другом месте поставить иную станцию. К этой станции надо относиться как к уникуму, она работает уже сто лет почти, выдает прекрасную качественную информацию, регистрируя землетрясение, которое происходит на всей нашей планете. Над ней надо не дыша быть. Толчки силой в 5-6 баллов не редкость на западном склоне Уральского хребта. В 1914 году Белимбай хорошо тряхнула. Сегодня о сейсмической активности наших гор много тревожных прогнозов. Но вот станций практически нет, некому изучать. Это грозное явление природы. Одним из уникальных приборов аппаратов этой сейсмической станции является первый сейсмограф, который был сконструирован князем Голицыным и установлен вот на этой сейсмической станции. У основания этого прибора есть табличка, на которой написано, что этот прибор изготовлен в Академии наук Санкт-Петербурга. Такова краткая анатомия нашей уникальной одной из семи гор Екатеринбурга. Если ее распилить, змеевик явит необыкновенное богатство зеленого тона. Камень хорошо полируется. К слову, уральские серпентиниты блещут необычным разнообразием цветовых оттенков. Они приятно смотрятся в облицовке станций метро. У нас появились фасады и интерьеры магазинов. Это вот вход в дендрологический парк. Хорош змеиный камень и в поделках. Что касается памятников истории, здесь ничего нового я не скажу. Лишь напомню, что это наше духовное богатство. Его надо беречь нежно и трепетно. Многое за последнее время сделано по благоустройству обсерваторской горки. Она действительно стала краше. Словом, среди достопримечательностей Екстеринбурга трудно себе даже представить более интересного, увлекательного, познавательного, экскурсионного маршрута, чем этот. Наша вещая гора давно стоит нашего пристального внимания. Продолжение следует... следует... Продолжение следует... Нашу очередную тайну мы начинаем не как обычно от печки, а вот от этой стены. Эта стена, если ее разрушить, она станет хорошим строительным материалом. здесь можно написать слова, во всяком случае, любители русского языка пишут, здесь был Вася или какие-нибудь другие ругательства, которые вот эту прекрасную природу оскорбят. Здесь полоса может быть препятствия для скалолазов, и, наконец, если к этой стене подошел бы талантливый человек, то эта стена стала бы произведением искусства. И вот представьте себе, что из нашей вот этой снежной уральской природы мы перенеслись в солнечную Венецию, в каменоломни мраморные, куда в 1905 году спустился безвестный русский художник, спустился, потому что у него не было ни средств, ни знания языка, и вот он взял молоток и зубило, и вдруг начал на стене рисовать изображения птиц, женские головки, и восхищенные итальянцы прикатили бочку вина и устроили в честь русского художника большой-большой пир. сегодня в программе русский роден покоряет Европу добровольная ссылка на Урал галерея колоссов на Вознесенской горке куда нырнул Ванька голый взойдет звезда Эрзи Степан Дмитриевич Нефедов известный нам под именем Эрзи приехал на Урал как раз уже будучи довольно известным он был известен в Европе в Италии во Франции его называли русским роденом хотя это порой его обижало потому что он своим путем шел и вот он приехал в наш город вначале в село Мраморское а потом и в Екатеринбург где возглавил Уральскую художественно-промышленную школу он приехал как раз чтобы здесь использовать местный наш материал он говорил что я еду сюда где много дерева камня металла и здесь можно организовать целую скульптурную академию вот какая была фантастическая у человека мечта он бросил за рубежом прекрасные с верхним светом мастерские творческий порыв вызвала в нем революция от которой он ждал для России прежде всего духовного освобождения движимый этой великой идеей он и едет на Урал путешествие не назовешь романтическим Екатеринбург в то время уже заняли белый без средств с больным племянником которого вскоре схоронил с ученицей начинает он свою работу в Мраморском угадывая в глыбах камня то что не видели другие он сделал здесь по моим подсчетам 23 работы 23 работы за эти два года причем в тяжелейших условиях голод холод разруха и среди них среди этих 23 работ 5 было монументальных произведений причем что интересно Эрзи поставил их на тех местах он так закрепил площади Екатеринбурга он предугадал те места где сейчас стоят наши главные монументы это площадь коммунаров это наша главная площадь 5 года площадь около оперного театра и площадь Вознесенская и вот Эрзи поставил 5 монументов Карлу Марксу вырубил из мрамора он стоял сначала на конфедральной или площади 5 года потом его перенесли на площадь перед Вознесенским собором дальше он сделал памятник парижским то есть памятник уральским коммунарам известный как женщина на шаре